на канал визагет поступил следующий вопрос как избавиться от постоянного чувства тревоги ну хочу сказать что тема очень актуальная потому что наше время это время тревог это время огромное количество информации это время огромного количества проблем которые надо решать жизни и каждый раз надо выбрать какая проблема важнее все начинать возникает страх перед будущим и конечно когда человек находится в массе этих проблем когда страхи возникают чаще тогда может появляться почти постоянное чувство тревоги внутренней внутреннего напряжения как от этого избавиться но дело в том что тревога собственно говоря глобально это правление нашего неверия не бывают тревоги у верующего человека потому что в тревоге всегда есть некая неопределенность всегда в тревоге есть возможные идолы которым можно поклоняться наши фантазии которые мы придумываем наши страсти которые мы как-то боимся не удовлетворить я имею ввиду этих идолов в тревоге всегда отсутствует господь потому что господь это мир господь это любовь господь это радость господь это внутреннее глубокое благодатное спокойствие господь это чувство полноты во всем а в тревоге нет ничего этого тревоги опустошенность неполнота страх перед будущим непонимание и глобальное неверие как избавиться от тревоги ведь диета меньше не станет и проблемы не становятся менее трудными вспоминаются слова преподобным нила мира тачева он говорит так что вы губите спасение ваше невнимание вашим все дело в том на что мы обращаем внимание если мы много обращаем внимание на так называемую значимость или важность проблем то мы будем утопать наши тревоги но если будем обращать внимание на христа на присутствие божьем нашей жизни вот это тревоги начнут уменьшаться и чем больше у нас быть внимание ко христу тем меньше будет у нас тревог чем сильнее и глубиннее будет наше доверие богу вера в бога тем больше мы освобождаемся от всего чего мы обычно боимся поэтому будем внимательнее относиться к тому о чем мы думаем что у нас главное в жизни поставим христа в центр своей души если господь будет центре нашей души то мы будем жить христоцентрично и будем знаете как спутники вращаются вокруг звезды ну скажем вокруг планеты или или планет вокруг солнца по своей траектории так и мы будем вращаться тут жить вокруг христа рядом со христом ради христа и тогда все становится на свои места сразу же возникают другие законы уже не человеческие законы духовные законы которые так они были но просто мы их принимаем и мы живем по ним и нам уже не так важно что будет будущем потому что мы знаем что господь он не в будущем он не в прошлом он всегда в настоящем или лучше сказать он вообще вне всякого времени мы всегда со христом и всегда с богом а когда у нас пропадает страх предбучим перед будущем когда мы чувствуем присутствие божий нашей жизни когда мы выбиваемся из вот этого сумасшедшего бега времени и стараемся жить другими категориями и стараемся богу угодить везде со вниманием угодить богу вот тогда мы избавляемся от наших тревог и тогда мы живем как сказано в евангелии что господь не заботись о завтрашнем дне ибо завтрашний день будет заботиться о своем довольно для каждого дня своей заботы внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео